Вспыш, ты уверен, что мы правильно приехали? Да, Эй-Джей, моя система навигации ещё не подводила, но Эй-Джей, это место внушает страх. Зачем он назначил встречу здесь, да ещё и ночью? Наверное, решил нас убить. Ха-ха, шучу, шучу. Что, Эй-Джей, побоялся прийти один и приехал на вспыши? Ха-ха-ха, но дальше тебе придётся пойти со мной одному, Вспыш там не проедет. А ты ничуть не изменился, Крон, всё тот же противный и хитрый взгляд, как будто задумал пакость. Посмотрим, какой у тебя скоро будет взгляд, э-э-э, ну пошли! Ладно, Вспыш, оставайся здесь, но будь на связи, этот Крон очень хитрый и коварный человек. Эй-Джей, а ты веришь всему, что говорят про меня? Не всему, Крон, но я лично знаю, что многое из этого правда. Ха-ха, ну пошли уже, скоро придём. Вот здесь я и живу. Ну что, зайдёшь? А что, отличный дом? Конечно зайду. Ха-ха-ха-ха-ха. Итак, перейдём к нашему делу. Вот пузырёк, завтра перед началом гонок добавь его содержание, вспышу в бензобак и двигатель обретёт небывалую мощь. Отлично, Эй-Джей установил подслушивающее устройство. Вот твои деньги, Крон, а теперь мне пора идти. Погоди, Эй-Джей, возьми яблочко, отведаешь его дома, с семьёй. Что тут кушать-то? Ну ладно, давай. Ну всё, теперь будем слышать всё, что происходит у него дома, и узнаем, кто покупает у него турбоускоритель и жульничает на гонках. Спыш, ты слышал? Поехали скорей туда. Эй-Джей, там кто-то стоит в дверях и шатается. Поехали-ка отсюда. Гони, Спыш, гони! О, нет, Спыш! Я должен выбрать помощь. Все номера стёрлись. Остался только номер Крушилы. Но ведь он наш враг. И будет рад, если мы тут умрём. Но деваться некуда, придётся ему звонить. Алло? Привет, Крушила, это Эй-Джей. А-а-а, Эй-Джей, ну здравствуй. Чего это ты решил мне позвонить? Нам с Пышем очень нужна твоя помощь. Вспышь в военном состоянии. На нас напали зомби. Понял. Отправь мне ваши координаты. Когда ещё приедет Крушила? Тут страшноваааааааааааааааааааааааааааааааааааа. Мамочки! Би-джей, сматываемся отсюда. О, слава богу, Крушила, я уж думал меня порвут на куски. Большое тебе спасибо, Гэби. Вам не меня нужно благодарить, а Крушилу. Это он рисковал собой, чтобы спасти вас. Спасибо, Крушила, ты плохой враг и настоящий друг. Мальчишки и девчонки, а вы верите, что Крушила помог им бескорыстно от чистого сердца?